Девушки отдыхают Девушки отдыхают Каждое реальное действие требовало больших запасов потенциала и сопровождалось большой нагрузкой И поэтому после реальных деяний Дэвид Куперфик показывал трюки из своего богатого репертуара И это понятно И вот он демонстрирует на сцене реальное действие Я это действие увидел в первый раз На большом экране в зале демонстрируется прямой эфир с берега Тихого океана С одного из островов Гавайского архипелага Камеры в зале и камеры прямого эфира с Гавайских островов синхронизируются На экране в зале все зрители наблюдают берег океана Песок прибрежной полосы На который шуршанием накатываются волны И с таким же шуршанием откатываются назад Оставляя за собой полосу мокрого песка На прибрежный песок Кладется довольно-таки большой кусок белого полотна Все это камера в прямом эфире демонстрирует на экран зала Дэвид Куперфик становится спиной к залу И несколько раз бросает в зал наполненный воздухом шар Который скачет от ряда к ряду до тех пор Пока кто-нибудь из зрителей его не поймает Куда хотите Отлично Встаньте пожалуйста Назовите свои инициалы ТС ТС А теперь выберите двух зрителей Один пойдет в эту сторону, другой в эту Брэд, поздоровайся с ТС Привет, ТС Я хочу, чтобы вы убедились Брэд действительно слышит нас Хотя он находится на Гавайях Это важно Мне нужна ваша помощь Возьмите этот маркер и напишите свои инициалы ТС прямо здесь, на моей руке Давайте не спеша Т С Очень красиво, уроки каллиграфии Пойдемте сюда за мной Будем фотографироваться Вот маркер Джейкоб, настал твой чек Напиши большую букву J на доске Это просто шикарная буква J Стой здесь, Джейкоб Все улыбаемся Улыбочка Счастливчик выходит на сцену Затем еще один Еще и еще Набрав таким образом 4-5 человек Дэвид Куперфит просит своего помощника сделать Наполирует его фотографию С этой группой людей Просит их всех подписать эту общую фотографию Кладет ее в карман своего пиджака Заходит за специальную ширму Через которую виден его силуэт Клуб дыма исчезает из зала И в то же самое мгновение поднимается из-под покрывала На гавайском берегу Достает только что сделанную фотографию в зале Со всеми подписями Думаю нет необходимости говорить Что Дэвид Куперфит продемонстрировал тогда телепортацию Из зала на берег одного из остров гавайского архипелага Эти люди были выбраны совершенно случайно Вот подпись Эмбер Вот наш Джейкоб Его буква И рисунок с волейболисткой Вы узнаете этот снимок, я не сомневаюсь Ложи его к себе в карман Так будет надежней Вспомните, после второго броска мы выбрали джентльмена Который поднялся, назвал свои инициалы И написал их на моей руке БС Да я знаю, знаю ТС Я просто проверял их Запомните, как они выглядят На всякий случай я надел эту кофту, чтобы их не смыло водой Ну а сейчас приготовьтесь и увидеть нас там На этом прекрасном гавайском пляже Никаких уфицирений с видеокамерами или спецэффектов Во время своего турне я повторяю этот трюк каждый вечер Но с участием разных людей Сегодня твой вечер, мой Мы должны привезти твоему отцу снимок Закрой глаза и представь свое идеальное место Большинство зрителей зала воспринимают репортацию как классный трюк И все Для зрителей так проще Не надо ломать голову над тем, чтобы думать Отличное зрелище и все Но Михаил Дехта был не просто обывателем Он был свидетелем и участником многих невероятных событий И должен был бы реагировать несколько по-другому Когда же я спросил его впечатление о телепортации Меня удивил его ответ Он заявил о том, что мол, трюк был неплохим Михаил даже в мыслях не допускал того, чтобы все происходящее было реальным Ему тоже было проще думать так, несмотря на то, что даже самый простой анализ Продемонстрированный телепортаций однозначно говорит о том, что все было реальным У Дэвида Копперфильда нет брата-близнеца У него есть младший брат, но не брат-близнец И который внешне сильно от него отличается Можно допустить наличие у него абсолютно двойника, что сомнительно Но голос, манера говорить, мимика и жестикуляция, появившаяся на берегу Сихого океана человека Были абсолютно такими же, как у самого Дэвида Который, ко всему прочему, достал из внешнего кармана своего пиджака И показал сидящим в зале в пригороде Сан-Франциско Фото, сделанное им в зале, со всеми подписями тех людей из зала С которыми он сфотографировался на глазах у всех сидящих в зале Фотография, сделанная полироидом, особая фотография Она всегда существует только в одном экземпляре Даже если допустить, что использовался особый полироид Совмещенный с цифровой фотокамерой, изображение с которым мгновенно было передано на Гавайи Там ее должны были распечатать, поместить в нечто похожее на фотографию, сделанную полироидом И каким-то невероятным образом поместить во внешний карман чудо двойника, полностью закопанного в песке То каким же образом на этой фотографии оказались подписи всех тех, кто был запечатлен на этой фотографии? Ведь Дэвид Копперфильд ни на минуту не отдавал эту фотографию кому-либо и свой персонал в зале Можно еще долго описывать невозможность другого объяснения, кроме одного – телепортации И вот Михаил Дехте, человек, который должен был понимать, по крайней мере, что к чему, предпочел закрыть глаза на очевидное Так чего же требовать от простого обывателя, малообразованного и далекого от понимания таких явлений? А ничего другого ожидать и не приходится Проще повесить ярлык-трюк и пойти потом спокойно спать, удивляясь тому, до чего додумались нынешние иллюзионисты И тому, как далеко шагнул технический прогресс человечества Из книги Николая Левашова «Зеркало моей души»